19-летний ранее судимый вымогатель возомнил себя бандитом из 90-х. В мае в столичное управление полиции обратился 23-летний сыктывкарец-сирота. Парень рассказал, что на протяжении месяцев знакомые вымогают у него деньги. В последний раз злоумышленник воровался в его жилище. Забрал сотовый телефон, документы на квартиру и заставил написать расписку о возврате вымышленного долга на 4000 рублей. При каждой встрече он требовал у него денежные средства за несуществующий долг. Несмотря на то, что наш потерпевший никаких долговых обязательств перед подозреваемым не имел. Путем вымогательства, получается, первый раз под угрозу применения насилия получил 2000 рублей путем перевода. При второй встрече 5000 рублей путем перевода. Когда уже в третий раз наш потерпевший осуществлял работы по доставке еды, подозреваемый снова встретил его и снова решил потребовать с него деньги. Подозреваемого задержали. В квартире злоумышленника полицейские обнаружили расписку, сотовый телефон, а также документы на чужую квартиру. Под тяжестью предъявленных улик ранее неоднократно судимый юноша признал вину и даже раскаялся. Обидчик вернул потерпевшему похищенные вещи и отнятые ранее у него 7000 рублей. На время следствия лишать свободы его не стали, отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Если вину фигуранта докажет в суде, за вымогательство ему грозит до 4 лет лишения свободы со штрафом до 80 тысяч рублей.